Друзья, в сегодняшней рубрике про животных мы будем разбираться, как правильно выбрать себе домашнего питомца. Поможет нам в этом Елена Михеева, владелица питомника Рекс-Бенд и кандидат биологических наук. На секундочку. Вот это кандидат биологических наук. Доброе утро. Доброе. Во-первых, такой вопрос к вам. Существует миф, если котенка взять к себе домой с самых ранних вообще месяцев, то он легче привыкнет к новым хозяевам. Так ли это? Совершенно точно вы сказали, что это миф. Потому что, отрывая котенка полтора, даже два месяца от мамы, мы практически преступление совершаем. Мы младенца у матери забираем, лишаем его молока, лишаем его здоровья, лишаем его спокойствия эмоционального. Поэтому для того, чтобы взять котеночка, нужно подождать, как правило, месяца три, наверное. А я жду до 4-5 месяцев, потому что прививаю, выдерживаю карантин и иногда еще и кастрирую тех котят, которые не планируются в разведении. Так поступает большинство сейчас заводчиков. То есть оптимальный возраст – это три месяца, но если мы хотим получить котенка уже готового к спокойной жизни, то есть кастрированного или стерилизованного, то четыре. Ну а потом, в таком возрасте он легко привыкнет к новому месту, я имею в виду кладку, например, приучить его? Так даже легче будет привыкнуть, потому что котенок уже пойдет в любой наполнитель, в любой лоток. То есть ему стоит только показать, и он уже поймет, потому что к этому возрасту животное уже чисто плотное. Ну то есть он уже взрослый, сообразительный, в принципе… Да, да, да. Виден его характер и привычки приличного или неприличного животного. Хорошо, тогда рассказывайте, где взять котенка? Вот мы захотели взять себе породистого кота. Породистого кота? Ну, конечно, мы не пойдем на рынок. Никогда. Это раньше можно было на рынке купить котенка, и практически только там. Сейчас мы рынок обходим стороной, даже если не хотим породистое животное. Потому что риски надо минимизировать, риски по здоровью. Котята берутся в семьи, как правило, к детям. Будет неприятно огорчиться, не подумав, взяв котенка на рынке. То есть мы берем котенка у заводчика, а вот где водятся заводчики? Конечно, мы… Как волшебники. Да, как волшебники. Мы, конечно, привыкли сразу идти в интернет. Почему бы нет? Можно туда сходить. Но только не на доску объявлений, а поискать форумы, порталы кошачьи. Совершенно спокойно в поисковике набираем кошки форум. Выходим, смотрим, знакомимся с заводчиками, ходим на их сайты. Ну, немножко времени потратим для того, чтобы потом у нас покупка состоялась веселая, задорная. Ну, в итоге мы познакомились с заводчиком, определились с породой, влюбились в котенка. Какие документы на, собственно, животное надо потребовать у заводчика? Я не думаю, что нужно требовать, все-таки… Ну, попросить. Да, все-таки эта покупка должна быть такая приятная для всех. Можно обратиться в клуб для того, чтобы был какой-то у вас еще третейский судья. И клуб вам и кое-что о заводчиках расскажет, и о породах, и о документах. А вообще, какие они могут быть, эти самые документы? Самое первое, о чем нужно подумать, это ветеринарный паспорт. Вот у нас есть такие паспорта, на них могут быть разные картинки, ну, примерно вот такой вот формат. Так, а что в паспорте? Что там смотрим? Смотрим вакцинации, наклеечки, вот такие вот наклеечки по поводу вакцин. Что у нас самое серьезное, единственное смертельное заболевание для человека – это бешенство, которое может передать кошка. То есть от бешенства животное должно быть вакцинировано. Кроме того, в паспорте есть отметки о прививках от кошачьих вирусов, чтобы потом нам кошечку не лечить. Прививки различные могут быть и от грибковых заболеваний, но это уже не обязательно. Но тут можно поразбираться с заводчиком, что заводчик нам в этом паспорте предоставит. Еще, что сейчас модно, модно иметь договор у заводчика. Этим вы тоже можете себя от чего-то обезопасить. Ну и если животное выставлялось, к нему прилагаются всяческие красивые дипломчики. Вот такие вот. Ну, Елена, да, и последний момент. Если мы все-таки выбираем непростого котенка, породистого, как нам не попасться в лапы к мошенникам и не взять котенка с дефектами? То есть где нам узнать, какие показатели должны быть у породистого котенка? Здесь процесс такой, я бы сказала, многофакторной подготовки к тому, чтобы не попасться в лапы. Во-первых, это не доски объявлений. Во-вторых, это клуб. В-третьих, проверить, зарегистрирован ли питомник и клуб в какой-то филинологической системе, кто их курирует. То есть есть такие организации любителей кошек, которые стоят над клубами. Это тоже одна из гарантий того, что мы не попадем в просак. Ну и еще на каждую породу существует стандарт. Мы его можем также найти в интернете и просто почитать, какие должны быть ушки, какие могут быть дефекты, на которые вы можете обратить внимание, какие должны быть ножки. Но, как правило, когда животное выбирают, мы же выбираем сердцем. Это утепути и такая лапочка. И тогда мы не можем смотреть ни на что другое. И тут, опять же, если это животное чуть постарше, уже нам легче. Потому что на утепути там уже никакой стандарт не действует. И берем то, что вынесли. Да, стандарты прописаны на любую породу. Если это животное породистое, то мы вполне можем почитать. Друзья, ликбез о том, как выбрать себе правильного и здорового котенка, нам провела Елена Михеева, владелица питомника Рекс Бенд, кандидат биологических наук. Вместе с ней, в качестве живого примера, к нам приходил очень милый Ванюша. Ну, а с вами мы встретимся буквально через пару минут.